Водитель «Шевроле» Артём рассказал, что на днях должен был выставить свой автомобиль на продажу. Хотел получить за него примерно 700-800 тысяч рублей. Но об этой идее пришлось забыть после вечерней поездки. Мужчина спускался с путепровода в сторону юго-запада, и в него врезалась «десятка». Ехал, никого не трогал, и парнишка на «десятке» выезжает оттуда. Он видит уже, что он неправильно выехал, и он придавливает газку, придавливает, придавливает, но тут ничего не сделать, мы в него въехали. Остановился бы, мы бы обгалили его, но он еще и усложнил ситуацию. По словам водителя Евгения, его стаж около трех лет, и до этого вечера в такие ДТП он не попадал. Говорит, перед маневром не увидел иномарку. Выехал, не заметил машину встречную по стороне, и начал уходить от удара, и они в эту же сторону столкнулись. А почему не заметили? Она что, без света ехала? Со светом, но просто из-за столбов не видел. Я стою примерно на том месте, откуда и начал свой маневр в сторону площади «Авитек» водитель «Десятки» Евгений. По его словам, его обзору помешали бетонные столбы и трубы, однако сейчас можно увидеть, что машины просматриваются даже на путепроводе. Водителю «Десятки» крупно повезло в том, что он не пострадал. Основной удар пришелся не в водительскую дверь, а в крыло ваза. А вот в иномарке от удара пострадал пассажир. Пострадавший есть? Да, голову немножко растекло, зашивает везде. А пришел пассажир, да? Ну, взади сидел. Пострадавший у вас? Нет, я один был. С документами, правами все в порядке, да? Права есть, все есть. Страховка есть? Страховки нет. А как будете выплачивать? Не знаю. По суду? Нет, скорее всего. Артем хотел продать машину, а теперь ее крайне трудно будет восстановить. К тому же водитель «Десятки» Евгений признался, что работает неофициально. Если суд обяжет его платить компенсацию за ущерб, то вряд ли он сможет быстро рассчитаться с Артемом. Сергей Пичугин, место происшествия. Субтитры создавал DimaTorzok